Ума моя, ума моя, ума моя, ума моя Ума, 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 ума Ума моя, ума моя, ума моя, ума моя Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Кухня для друзей Место, где мы с нашими героями готовим что-нибудь вкусное и интересное И, конечно же, беседуем и обсуждаем самые актуальные вопросы О жизни, о творчестве и о многом другом Кто-то из великих сказал, что талантливый человек талантлив во всем Мы, конечно же, с этим великим человеком спорить не будем Тем более тому подтверждение наши сегодняшние герои Это семья Тарутиных, Иван и Евгения Замечательная, очаровательная, любящая семейная пара Очаровательные родители и, конечно же, талантливые люди Что ж, давайте познакомимся с ними поближе и узнаем их семейный рецепт вкусного семейного счастья Евгения, Иван, добрый день! Мы рады вас сегодня здесь на нашей кухне приветствовать Рассказывайте, что же за вкусный рецепт такой мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить салат из печени трески И будем готовить макароны под тёмгой Отлично! Вам же знаете этот рецепт? Я думаю, вас не удивило, да? Бывает, бывает готовят вкусно Отлично! А с чего начнём? Рассказывайте! Начнём с салат Так, я так вижу, это печень, да? Да-да-да Сколько вообще нужно печени для вот такого салата? Я две банки Первый раз наблюдаю А, Иван, оказывается, первый раз вообще наблюдает, как готовит обочаровательная супруга Я думаю, что... Употребляю такого салата Ага, то есть вы ожидаетесь, когда Евгения закончит кулинарить дома, да? И потом уже смакуете всё, что она приготовила Здорово! Сейчас рада поучаствовать Ваня наконец-то узнает, как готовится этот салат Он знает, что этот салат только из печени трески, что туда входит Больше ничего не знает Ну, мы можем как-то, наверное, поучаствовать, да? Или всё-таки Евгения берёт бразды правления кулинарные в свои руки? Значит, сейчас нужно покрошить лук мелко Мелко крошим лук Я думаю, что это чисто мужская работа Мелко это блюдо Только не плачь, пожалуйста Что делать? Вообще, скажите, это вот традиционный поморский салат Или всё-таки это блюдо, относящееся к каким-то другим народам Или европейской кухне? Как вообще думаете? Ну, вообще, мы поморы, да? И треску мы кушаем с радостью Вот, ну, раз есть треска, значит, есть и печень, да? О, я сам ловлю Бывает, ты ещё что-то вытащишь её и... Иван, вот, смотря на вас, сразу почему-то вспоминаются вот те, какие картинки, которые говорят о севере, об Архангельске Тебе вообще коренной поморский? Да И рыбу любите? Что больше? В Архангельске родился, да Мама у меня смедление, а отец-сунка Ну, то есть рыбная ловля, это традиционное занятие, которое вы всегда любите заниматься в свободное время? Я занимаюсь, вчера буквально с рыбалкой Ага, что поймали, рассказывайте Евгения, чем помочь параллельному самому? Слушай, знаешь, чего? Мне бы счёт... Это Малко ездил я в Ноягору с другом Колей Ездили, поймали так, неплохо Сколько улов тебе было? Хороший улов, Евгения? Килограмма 3-4-5 Не, ну, первый раз, когда не ездили, да, в сентябре, в этом сезоне То привёз 5 килограмм Ну, там идёт на уменьшение, но корюшку ещё привёз Зато Что приготовили? Приготовили, ой, очень вкусный, Ваня любит камбалу Обжаренную в муке Она такая, как семечки уходит Она маленькая, очень вкусная А из корюшки очень вкусный рецепт Значит, обжаривается лук В сливочном масле Вторую луковицу тоже можно резать, да? Или она для второго нашего блюда? Нет Всё, режем Отлично Да Так что это? Вот, дальше выкладывается, вот обжаривается лук Дальше выкладывается туда корюшка, чищенная, желательно Вот, заливается водой, солится И вот в этой юшке она готовится Дорогие друзья, мы узнали ещё один рецепт, который вы тоже можете попробовать сделать уже самостоятельно Рецепт от Евгения Ивана Тарутиных Вот такой вот северный, замечательный, традиционный, рыбный, вкусный обед, можно так сказать Евгения, давайте покомментировать Вот мы выложили, да, первый слой, то есть это слоёный будет сало, правильно? Да, да, абсолютно верно Первый слой, это у нас, наша замечательная печень трески Вторым слой мы выкладываем, что это? Варёной картофель, да На тёрочке обязательно, на крупной тёрке натираем Лучок готов, а у меня вот не готов, да, можете мне Иван немножко помочь Слушай, у меня такое впечатление, что вот этого хватит Третье слое у нас получается лук Да Ну, в среднем слои должны быть одинаковые или всё-таки, ну, какой-то побольше? Печень побольше, печень, а остальные, в общем, да Так, отделяем желтки от белка Я люблю отделять Ага, вот у нас здесь 6 яиц, мы все их используем для салата Аккуратно, значит, а... Может быть, мастер-класс от Евгения, и как вообще нужно правильно это делать? Ты мне покажешь, речку покажешь, как отделять Вот так вот, это мастер-класс от жены Иван, ну, вот вы уже затронули тему традиционных, скажем так, да, ремёсел Мы с вами поговорили про рыбалку И вы сказали, что вы увлекаетесь резьбой по дереву А давно вот вообще такое увлечение у вас, вас посетило? Знаете, когда я ходил в море, я же долго очень в море ходил Ага Двадцать с лишним лет отдал Морю? Северному морскому пароходству И морю И вот, и так, тогда уже метная тоска была порой Книжки почитал Но я увлекся резьбой по дереву Слушай, как здорово, у меня это не получается Супруге еще учиться и учиться, вот как это делают Да-да-да-да И вот И такое хопи у меня получилось Я много очень резал консервы За границу там За границу у меня очень много деревянных этих изделий А что вообще служит вдохновением для такого дела Для такого искусства, как резьба по дереву? Вдохновением? Я не знаю, потому что хочется Это как художнику нравится рисовать Не может от этого уйти Какого друзей спросить А когда я начал рисовать, уже перейду к следующему часу Мне Сергей Егоров, такой известный художник, мой друг Он говорит, ну, это наш человек Он уже действительно меня Это так завлекает Вы, кстати, за разговорами немножко пропустили момент Когда Евгения очень быстро и красиво натерла соленые огурцы Правильно, да? Да, соленые огурцы Значит, сначала печень Картофель вареный Потом лучок Теперь огурцы Да, приходится делать очень все быстро Потому что Чтобы не съели Да, чтобы не съели пока готовлю Евгения, у вас замечательный и талантливый муж Чем увлекаетесь вы? Ну, я жена талантливого мужа Поэтому вы увлекаетесь всем, чем увлекается ваш дорогой Иван Правильно? Абсолютно Я сопровождаю его во всем Везде Как она готовит Помогаю То есть и рисуете, и по дереву режете И море тоже любите Точно так же, как и нашу северную рыбку Купаться Путешествие Где больше всего любите путешествовать? Ну, в этом году, да Мы, в общем-то, путешествовали по Архангельской области Мы ездили под Каргополь Нам очень понравилось Нам очень понравилось Да Путешествуйте все Вонегу ездили На Белое море Тоже очень понравилось Не хуже, чем на Черных Гастрономический туризм пробовали То есть у нас же в разных районах нашей области Есть определенные традиционные северные блюда Ну, вообще Вообще есть, да Есть такие деревенские блюда Например, такое блюдо, как дрочона Вот ты слышала такое блюдо, как дрочона? Нет Дрочона Это, кстати, еще один рецепт Это делается картофельное пюре Выкладывается на сковородку И сверху засыпается толокном с маслом Со сливочным И все это ставится В печь Наверное Абсолютно верно Очень вкусно Давай попробуем Это пенечная прямая? Это все Дорогие друзья Это традиционное северное Очень вкусное Не калорийное, а главное Полезное блюдо Готово Салат Из традиционных овощей северных И печени Трески Ума моя, ума моя, ума моя, ума моя, ума моя Дорогие друзья, мы продолжаем Ну какой же вкусный ужин без горячего блюда Евгения, рассказывайте Что будем готовить на горячее? Макароны Под соусом Семги Со сливками И с чесноком Макароны у нас уже готовы Макароны аль денте Вот примерно Сколько Любимой супруге Конечно Я Значит Мы ее режем Ставим в сковородку Сковородка у нас есть И я вижу у нас остался на тарелке еще чеснок Что мы делаем с чесноком? Чеснок тоже режем Мелко Мелко режем Чеснок режем Аромат чеснока очень-очень придает Пикантный Вкус И аромат Этому блюду Вообще Рыба любит и лук и чеснок на самом деле Очень Да У вас очень быстро, кстати, получается Очень оперативно Ну да Ну мы же семья Это нормально Вместе часто вы готовите Бывают такие Семейные ужины Обеды Когда вот приходит Большое количество друзей И все забираются за столом Таким круглым может быть даже Ну у нас не круглый стол У нас стол такой серьезный Деревянный Большой Деревянный Из бревна Да Сами делали Наверное Да Насколько я знаю Вы все-таки сельскую местность любите больше, чем город Конечно Нет Ну это логично Нет Да А собираетесь где В большой дружной компании В городе Или В доме В дом Наливаем Масло У нас там собираются Друзья Довольно часто Художники Музыканты Не знаю Мы не заговорили о музыке Насколько я знаю Иван Вы же еще очень любите музыку И играть на детали Любим Да Как говорится Взял Иван гитару И стал с ней играть Музыкан Музыкан Ван Вот он тоже в первый раз видит процесс приготовления данного блюда. Вообще Ваня тоже готовит, но в самом деле, да. Умеет и готовить и рыбу, да. Ну, коронное, коронное Ваня блюдо – это майский суп из крапивы. Еще один какой-то очень удивительный рецепт, дорогие друзья, мы сейчас, наверное, услышим. Ну, то, что северные люди любят крапиву, я не слышала. Заливаем сливками. Сколько нам нужно сливок, Женька? Нет, на самом деле я делаю все на глаз. Как настоящая хозяйка? Абсолютно, да. Хозяйка настоящая, и глаз тоже. Дорогие друзья, наши замечательные макароны аль денте вместе с семгой в сливочном соусе готовы. Можем пробовать. Вуаля, рецепт простой. Повторяйте вместе с нами. Приятного аппетита! Дорогие друзья, вот такой замечательный вкусный вечер у нас сегодня получился. в компании Евгении и Ивана Тарутиных. Встречайтесь чаще и вкусней на нашей кухне для друзей. Ну и, конечно же, для всех телезрителей Иван приготовил небольшой музыкальный подарок. Иван, мы вас просим. Ума моя, ума моя, ума моя, ума моя. Люблю я макароны, Любовью к ней пылаю неземною, Люблю я макароны, И, что хотите, делайте со мною. Для вас это ерунда. Подумаешь еда, Но вы полейте их томатом, Посыпьте черным перцем, Посыпьте тертым сыром, Залейте их вином, И поймете всем сердцем, Какое это чудо. Потом вам станет худо, Но это лишь потом. Ума моя, 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 не выпускает из своих замечательных нежных терочку. Если нужно, я помедленнее могу. Нет, нет, все в порядке. Можно я терочку подержу? Еще раз повторяю, это мастер-класс от Севи Торосины. Я только раз, мы тюму славали. Да, абсолютно. Ничего сложного в этом нет. Ох. Здесь, да, вот так вот морковь умеет, имеется в виду стрелять. Да, ну что еще на севере, на севере, на севере. Ванечка, ты хочешь размазать? Нет, нет, нет. Давай, давай, я тебе поставлю, будешь мазать. У Евгения уже пошел процесс. Наша рыбка, да. На, 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 да, конечно. Как же не принять участие в таком чудном действии, правда? У Евгения. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин